Добрый вечер! Пятница хоть и небольшой праздник, но зато постоянный. О том, чем запомнится этот день, расскажу вам я, Юлия Рогожникова, и наши корреспонденты. И вот, что мы хотим показать вам сегодня. Сколько стоит безопасность? Некоторых жизнь ничему не учит. Сто лет забвения. Смотреть Олимпиаду можно будет даже на улице. Всем известно, что в 90-е годы в стране был демографический кризис. Рождаемость резко снизилась, часть детских садов закрыли, а их помещения продали или передали в другие ведомства. Когда же рождаемость снова начала расти, возникли огромные очереди в детские сады, а у властей не оказалось средств на строительство новых учреждений. Как сегодня решается эта проблема, расскажет Рустам Багизов. Шкафчики уже расписаны. С понедельника в стенах этого здания будет ежедневно звучать детский смех. В Гомово открыли новый детский сад. Светлана Андрианова с трехлетней дочерью Аленой ждали этого целый год с момента начала стройки. Мы когда гуляли, проходили мимо, она встанет такой заборчик и смотрит. Мама, скорее бы я уже пошла в детский сад сюда. Так хочу, просто красиво. За один год на пустом месте построили здание. Сад на 160 мест. Яркая раскраска, просторные комнаты. Все по последнему слову техники. Кухня, комнаты, спортзал. Главная гордость нового детского сада – огромный спортивный зал площадью больше 70 квадратных метров. Такому позавидуют даже некоторые школы. Высокие 7-метровые потолки и десятки тренажеров для общей физической подготовки детей. К обучению и развитию детей здесь тоже подошли с умом. Для каждого возраста свои игры. Сюжетно-ролевые для девочек, конструкторы для мальчиков. С появлением этого дошкольного учреждения местные жители могут забыть об очереди в детский сад. Это существенно повлияет, конечно, на уменьшение очереди в детский сад. Потому что дети 2010 года полностью все попали в детский сад. Полностью закомплектованы группы. Я бы от имени вас хотел сказать огромное слава и благодарности. И прежде всего губернатору Пермского края Виктору Федоровичу Басаргину, правительству Пермского края. Это плод совместных трудов. В Пермском районе за прошлый год 907 мест открыто в различных населенных пунктах. В целом за прошлый год в Пермском крае было создано 8 тысяч дополнительных мест для дошколят. Эта сфера стала для губернатора края одним из приоритетов в работе. Он поставил задачу ликвидировать к следующему году очередь в детские сады. Этот год самый напряженный по тем планам, которые мы взяли по детским дошкольным учреждениям. То есть мы должны в целом порядка 16 тысяч мест в этом году. Это открытие новых садиков, это ремонт, выкупу собственников. Также в Гомово глава региона открыл хоккейную коробку, которую построили за счет средств краевого бюджета. Новую площадку молодежь уже освоила. Мы уже все успели покататься, да, чистили каждый день, заливали. Ну это радость большая для села, для всего, для детей тоже. Очень много народу каждый день. В Гомово запустили проект по строительству еще одного детского сада на 200 мест. Строить его начнут в этом году. А Светлана Андрианова уже планирует третьего ребенка, потому что уверена, мест в Гомовских детсадах теперь будет достаточно. Рустам Багизов, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Сделать более безопасными дорожные перекрестки Перми, такую задачу поставил глава администрации города Анатолий Маховиков. Сити-менеджер поручил придумать меры, которые помогли исправить ситуацию по самым аварийным из них уже в 2014 году. Каждая авария на дорогах Перми – происшествие, которое подвергается анализу. После длительного мониторинга дорожной обстановки специалисты выявили наиболее опасные участки дорог и по каждому из них разработали меры по повышению безопасности движения. По поручению Анатолия Маховикова, главы администрации города, проведен анализ аварийных перекрестков и детально проработанные причины этой аварийности и какие меры могут быть приняты. В частности, на перекрестке Попова-Екатерининской, Попова и Ленина, где часто происходят случаи наезда на пешеходов. Решение проблемы уже нашли. При правом повороте с улицы Попова в течение этого года будет обустроена канализированная полоса. Речь идет о том, что при движении по улице Ленина со стороны законодательного собрания сделать дополнительную полосу для поворачивающих, для того, чтобы пешеходы переходящие выходили сюда, на островок, и с него уже переходили. Таким образом, мы полностью разведем поток транспорта и пешеходов. В ГИБДД подтверждают, что обустройство подобных островков для пешеходов эффективно повышает безопасность дорожного движения. При анализе дорожно-транспортных происшествий именно за 2013 год в сравнении до и после установки выявили, что эта мера очень действенная. Происходит у нас снижение аварийности более чем на 50%. В прошлом году изменение схемы проезда проблемных перекрестков привело к снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Заметно улучшилась, например, дорожная ситуация на выезде из Гайвы, где развязка считалась одна из самых сложных. Раньше у нас происходили серьезные пострадавшими, тяжесть последствия высокая была. То есть в настоящее время происходит максимум повреждений бамперов. Самое главное – победили тяжесть. Меры по обеспечению безопасности на дорогах – один из главных приоритетов в работе администрации города, считает Анатолий Маховиков. На сегодняшний день делается для этого немало и довольно успешно. Настолько, что пермский опыт организации дорожного движения готовы перенимать соседи. По той инфраструктуре, которая есть, по той работе, которая ведется, точно третья в России, а по некоторым показателям даже лучше. В частности, по организации светофорного регулирования. Сегодня в дирекции дорожного движения готовы предложения по снижению аварийности сразу на нескольких участках дорог. На ряде из них будут установлены дополнительные светофоры, где тамачат и освещение. В других случаях будет разработан целый комплекс мер. Все эти предложения планируется реализовать в течение года. Руслан Пепеляев, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». В Перми очередной пожар на складе. В районе комплекса «Марион» сгорело трехэтажное кирпичное здание. Огонь охватил 450 квадратных метров помещения. Из корпуса были эвакуированы 15 человек. Сгорел склад трикотажа, колготок и нижнего белья. Промзона в районе «Мариона» – это один из крупнейших имущественных комплексов в центре Перми. По соседству с очагом возгорания хранится бытовая химия и косметика сети магазинов «Практическая магия». Ключевой задачей пожарных стало не допустить распространение огня на этот взрывоопасный участок. Плотно поставленные стеллажи внутри горящего помещения и мороз на улице, а в условиях низких температур пожарная техника выходит из строя, мешали работе спасателей. В итоге на месте происшествия со стихией боролись 135 человек личного состава и 41 единица техники. Кто виноват в случившемся, уже выясняют. Проверка, скорее всего, вместо традиционных 3-10 дней займет из-за сложности почти месяц. Хотя предварительные причины происшествия уже озвучены. Все пока у нас основывается на показаниях очевидцев, где фигурирует, что до возникновения пожара имелся случай отключения электроснабжения. Что косвенно указывает на перебои с электричеством, возможные скачки напряжения, что могло привести к замыканию электропроводки и последующему сгоранию. Безопасность пермских складов не первый год в поле зрения как спасателей и надзорных органов, так и журналистов и ритейлеров. На проходящем в эти дни девятом международном Камском форуме недвижимости специалисты попытались проанализировать состояние складского хозяйства в Прикамье. В Перми минимум складов соответствует всем нормам и правилам. Большая часть помещений для хранения той или иной продукции – это просто переоборудованные производственные здания. А между тем требования к складской недвижимости по закону предъявляются серьезные. На складе должен быть регулируемый температурный режим, система вентиляции, обязательно система автоматического пожаротушения, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, охранная сигнализация, присутствие духовых ворот. Реалии таковы, что те или иные нарушения, если проверять беспристрастно, можно найти на большинстве пермских складов. А в итоге за последние три года наш город прославился несколькими крупными пожарами. Сообщения о возгораниях на пермских складах выступают в последнее время на пульт дежурной службы регионального МЧС с завидной регулярностью. Особенность ликвидации таких пожаров состоит в том, что задействуют максимум сил и средств регионального подразделения. Это кадры пожара трехлетней давности. Горит бытовая химия по адресу трамвайная. 14. Результат возгорания. 18 погибших. Полтора года спустя очередное буйство стихии. Огонь охватил складские помещения на улице Докучаева. На этот раз, правда, без жертв. Зато тушили пожар почти сутки. В обоих случаях причины пожара – многочисленные нарушения правил эксплуатации складов. Спасатели и рады бы постоянно держать руку на пульсе, да закон не позволяет. Наши органы надзора и контроля, они тоже работают в рамках существующего законодательства, поэтому регламентируется это количество проверок, оно согласовывается с прокуратурой, и на сайте это все выкладывается определенным порядком. То, что состояние местного складского хозяйства далеко от идеала, признают сами владельцы этого бизнеса. По сравнению с другими городами-миллионниками Пермь в отстающих. Специализированные хранилища товаров можно пересчитать по пальцам двух рук. Причины такого положения дел очевидны. На сегодняшний момент очень сложно привлечь финансирование, как банковское, так и инвестиционное, для строительства современной спокойной недвижимости. А банкам и инвесторам более понятен сегмент торговой недвижимости. Ставки очень дорогие, даже если ты привлекаешь, удается привлечь это финансирование. А в итоге приспособленные под склады помещения горят. Убытки от таких пожаров исчисляются миллионами рублей, но даже когда надзорные органы и выявляют нарушения, бизнес предпочитает ублотить штраф, нежели серьезно вложиться в складскую и логистическую инфраструктуру. Олег Хватский, Влад Рашидов, телекомпания «Ветта». Любая война – это трагедия, но еще большая трагедия – это отсутствие памяти о ней университете. Первая мировая – это незаслуженно забытый театр военных действий. В учебниках истории о ней упоминали вскользь и называли империалистическое. А что же это за война такая, о которой было не принято говорить? Ведь там были и свои герои, и победы, и поражения, и события достойной памяти. Об уроках войны репортаж Дмитрия Кутявина из Страсбурга. Именно Первая мировая изменила политическую карту Европы. У нас в стране этой войне ее героям особенно не повезло. Усилиями большевистской пропаганды Вторая Отечественная превратилась в массовом сознании в позорную империалистическую. Так что подвиги на ней русских воинов не то, что даже были забыты, а вообще как бы не имели права на существование. Поэтому неудивительно, что на этом мемориальном кладбище, где похоронены в том числе и наши солдаты, мы первые журналисты из России. Сенаторы Совета Федерации здесь тоже впервые возлагают цветы. Мы возлагали цветы. Я обратила внимание, Парфен Механошин. Парфен – это имя из старой русской истории. Это были солдаты, которые шли воевать за веру царя и Отечества. И сражались на полях Европы, освобождая Европу, с той русской храбростью, с той долей отваги и веры в то, что они делают, которую потом, через какое-то время, они успели передать и поколению, победившему во Второй мировой войне. Кладбище на балансе мэрии Страсбурга. Думаю, не нужно говорить, что за ним ухаживают. Это и так бросается в глаза. И становится стыдно за подобный некрополи у нас в стране. Безымянных могил здесь нет. На каждом кресте имена погибших русских солдат. Первая мировая война, она оказалась за кадром, к сожалению, по известным историческим причинам. Но это война, с которой начался раскол и в нашей стране. И вот мир наступает только сейчас. Поэтому память об этой войне через сто лет очень важна для нашего общества, сегодняшнего общества, общества 21 века. Вот если знать подвиги конкретных воинов, которые здесь похоронены, а нам рассказали и местные жители, и наши священники о том, что они здесь совершили, это, конечно, заслуживает подражания и хорошего примера. В общем, патриотизм начинается вот отсюда. Как это, может быть, не странно для кого-то прозвучить. И так совпало, что по старому стилю, по старому календарю, действительно, ровно сто лет назад начался вот этот 14-й год, ставший для России годом военным, после чего кресты российские оказались, вот видите, так далеко от родного дома. И наша задача сегодняшняя, сегодняшних парламентариев заключается в том, чтобы Европа перестала быть полем битвы, чтобы Европа была без разделительных линий, чтобы это было единое пространство и культуры, и экономики, и социальной жизни от Атлантики до Тихого океана. Воины умирали и в концлагерях и на полях сражений. Неизвестные на родине герои о них забыли на сто лет. Накануне сенатор Андрей Климов предложил установить в Перми закладной камень монумента в память о наших земляках, погибших в период с 2014 по 2018 годы. И это лишь самое малое, что мы можем сделать. Дмитрий Кутявин, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта», «Страсбург». Конечно же, лучше всего наблюдать за ходом соревнований вживую, но те, кто в Сочи не поехал, обделенными спортивным зрелищем чувствовать себя не будут. Телевидение, судя по программе передач, подготовилась к домашней Олимпиаде и постарается охватить все события игр в максимально возможном объеме. Как пермики будут болеть за нашу сборную, узнала Настя Петухова. Честно говоря, в день открытия Олимпиады хочется одеться по-спортивному. Некоторые, кстати, так и поступили. И не потому, что сегодня морозно, а потому, что свой день они начали с зарядки. Сотрудники нескольких офисов вышли на улицу все вместе, чтобы разбудить город. Пермики не только передали физкульт-привет Олимпийскому Сочи, но еще и, как следует, размялись. Идея у нас вообще, если честно, возникла буквально спонтанно два дня тому назад. Но вот это вот желание быть причастными к этому событию, о котором сейчас весь мир говорит, хотя бы капельку, хотя бы чуть-чуть, мы сегодня прикоснулись к нашим олимпийцам и к этому событию. В этой Олимпиаде участвует моя сестра Два Юрина из Чайковской, Газырина Катя. Она биатлонистка, мы за нее очень волнуемся. Надеемся, завоюет там свои медали. То, что происходит сейчас рядом со мной, тоже событие, которое многих заставит улыбнуться. Идея о том, что Перм – город спортивный, решили поддержать люди высокой культуры. Студенты и преподаватели Института искусства и культуры сооружают гигантские снежные скульптуры. С церетели, конечно, соперничать не берутся, но обещают удивить масштабом. И мы уже сейчас можем заметить, как быстро продвигается их работа. На Комсомольском проспекте совсем скоро будут готовы олимпийские кольца и три символа Олимпиады в Сочи – мишки, зайца и леопарда. При поддержке Олимпийского комитета мы решили создать вот этих символов Олимпиады. Это подарок от нашей академии любимому городу и всем горожанам. Но в Ледовом городке сейчас идут последние приготовления. Здесь состоится трансляция открытия Олимпийских игр. Начнется вещание по Пермскому времени в 22.14. Всех обещают угостить горячим чаем. Советуем тем, кто любит болеть за спортсменов, в шумной компании воспользоваться такой возможностью. Ведь увидеть Олимпиаду на этом большом телеэкране можно будет только сегодня. Оставаться дома или нет, каждый решает сам. Но, по нашим данным, в спортбарах и кафе сегодня нет свободных мест. Бронировать столики начали еще на прошлой неделе. Люди начали звонить очень давно. Столы узнавали. Есть нет свободных столов. Когда будет трансляция, многие почему-то были не в курсе, когда она будет. Осталось буквально там несколько столов. Хотелось бы напомнить, что на Олимпиаде в Сочи будут бороться 10 спортсменов от Пермского края, наших земляков. Многим хотелось бы сегодня поддержать и пожелать как можно больше медалей. Конечно, наша съемочная группа операторы Дмитрий Мелкомуков, Иван Ворончихин и я, Анастасия Петухова, присоединяемся. Удачи нашим в Сочи! Ура! Ура! Печали, горе, радость и надежда, вера и счастье находят выход в хоровом пении. Люди пели всегда, за работой, за столом, в моменты отдыха и в праздники. Хор – это вообще, можно сказать, прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании, в котором важно прислушаться друг к другу. Пермской хоровой капелле мальчиков в это воскресенье исполнится 50 лет. Полвека – это дата, мимо которой мы не смогли пройти. Это первые попытки мальчишек из хоровой капеллы соединить в унисон две голосовые партии. Им всего-то по 9 лет, но они старательно берут самые высокие ноты, которые девочки со своим сопрано не достанут. А все потому, что у этих маленьких капелланов есть и способности, и желания. Это не родители привели их в хор, это они привели сюда мам и пап за руку. Мне бабушка купила диск, где поют 10 мужчин. Не помню, как называется этот хор. Он есть по всему миру, самый известный. И вот, я тоже захотела стать музыкантом, как и они. Хор турецкого, может быть? Да, хор турецкого. Дима не только поет в хоре, но и играет на скрипке и фортепиано. Мечтает стать пианистом. А его одноклассник Ярослав – хормейстером. Он уже умеет дирижировать. По крайней мере, сам так считает. Это еще маленько сложно, но я уже все выучил, как он, как наш учитель делает. А что он делает? Руками вот так вот. То вот так, то вот так. По-разному. Вот так вот это легатто. Ну, связано. А вот так вот это вот быстро. Сегодня таких учеников, как Ярослав и Дима, около 400. А за 50 лет из стен хоровой капеллы выпустилось более полутора тысяч музыкантов, которые сегодня выступают за границей и на лучших сценах Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Для меломанов и последователей искусства наверняка о многом говорят такие имена, как Дмитрий Миласов, Юрий Ившин, композитор Александр Хубеев. Школа гордится и своими нынешними звездочками. Например, пианист Виталий Харудинов не раз становился лауреатом всероссийских конкурсов, а на прошлых Дельфийских играх в Новосибирске взял Гран-при. Наша редакция как раз запечатлела этот момент. Достижения, конечно, большие. Что касается самого учреждения, что вот только накануне, в ноябре, наша школа участвовала во всероссийском конкурсе и явилась лауреатом, получив высокое звание лауреата из 100 лучших учреждений России. И мы получили диплом, и мы получили эту замечательную медаль. Хоровая капелла – это действительно уникальное учреждение на Урале, которое продолжает великие традиции академического мужского пения, о чем говорят дипломы и медали самого высокого достоинства. Но главная награда для всех – то, что выпускники капеллы приводят в хор своих детей, а значит, доверяют педагогам самое важное. Елена Серегина, Юлия Рогожникова, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Сегодня во всех сферах жизни мы все больше стремимся к натуральному и естественному. К натуральным продуктам и тканям, к природным материалам в отделке дома и оформлении интерьера. Все больше популярность приобретают в последнее время ковры, одеяло и покрывало из натуральных шкур животных. И мы тоже заинтересовались этой тенденцией. Мастерская Василия Коромыслова напоминает скорее зоологический музей при Камье. Здесь не только его личные трофеи, но и пушистая добыча местных охотников. Шкурки бобров, лис, чучела рыси, кабанов и бурых медведей. Василий Михайлович сам подстрелил 43 косолапых. Кто-то и гордится этим. А так, это, естественно, натуральный мех. Естественно, это все теплее, экологичнее, чем искусственное меха. Поэтому, видимо, любовь у людей к натуральному меху возвращается, несмотря на происки зеленых. Аномалистические рисунки и натуральные меха модны нынче не только в одежде. Постелить перед камином тибетскую ламу или зебру сегодня считается чуть ли не признаком хорошего тона. В магазинах появляются паласы из коровы, овчины, верблюжьей шерсти. Однако, по мнению врачей-аллергологов, иметь у себя дома такой ковер все равно, что держать настоящее животное. Шкура животных, ведь животные, они болеют так же, как и люди. Взять этих же медведей. Медведи, в частности, они могут болеть туберкулезом. Любое животное имеет. Это шерсть, это перхоть, это моча, это кал. То есть, это все экскременты. И как бы вы ни обрабатывали, шерсть, она есть шерсть. Кроме того, живой ворс – благоприятное место для клещей. В целом же, у аллегриков может развиться аллергический ренит, бронхит и даже астма. Экстрасенсы тоже не видят в животной подстилке ничего хорошего. Николай Кочуров, например, считает, что такое убийство ради удовольствия охотнику обязательно аукнется. Ведь от шкуры невинно убитого зверя исходит отрицательная энергетика. Опасно ходить и гордиться, потом всем об этом показывать. Это живое существо, оно кем-то создано. И счет тебе за это выставят в любом случае. Как бы этого ни было. Хочешь ты этого, либо нет, замечаешь ты, или нет, но ты за это заплатишь. Именно своей какой-то дорогой. Не влиянием на твоих близких, а именно сам. Мелкой неприятностью, болезнью, потерей даже денег иногда только. Однако принимать в дар подобные трофеи можно, говорит Николай, поглаживая шкурку барсука, которую ему подарил коллега. Ведь в данном случае человек не берет на себя вину убийцы. Классический вопрос, быть или не быть. Вешать на стену голову дикого кабана или нет, решать, конечно, самим охотникам за этими головами. Кроме того, что они просто собирают пыль, есть масса других поводов для размышлений. Полина Рифа, Юлия Рогожникова, Ярослав Алакин, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». Если вы не успели посмотреть все сюжеты, заходите на наш сайт «Ветта.тв». Далее вас ждет прогноз погоды на выходные. Ну а сразу после вечернего вестника приглашаем вас в кругосветное путешествие. Главное, возвращайтесь к нашему девятичасовому выпуску. Так что я с вами не прощаюсь. В выходные в Перми минус 17, минус 19 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду.